Этим гостям в краевой больнице имени Вагнера всегда рады молодые сотрудники Усольского колейного комбината привезли в медучреждение 70 защитных экранов. Позже они будут установлены в регистратурах и медицинских кабинетах для того, чтобы обезопасить и медиков, и пациентов во время приема. А вот в этих коробках самое ценное – три дефибриллятора. Это аппараты, которые еще спасут сотни жизней. Новые дефибрилляторы уже установлены в отделении реанимации. Они заменили старые приборы. К слову, прежние аппараты служили более семи лет. Так что это очень важное приобретение, особенно в нынешнее непростое время. Дефибрилляторы этой модели компактны и просты в использовании. Благодаря степени защиты от пыли и воды дефибриллятор может использоваться в самых разных условиях. Врачи уже оценили надежность приборов. Функционально минимум на шесть функций больше, чем старый. Больший разряд, более быстрое восприятие пациента, легче в работе медперсонал. Это аппарат, который, можно даже так сказать, помогает оживить сердечную деятельность. Новые аппараты имеют функцию мониторинга основных показателей жизнедеятельности пациента – ЭКГ, дыхание, давление, сатурация. Еврахим уже не первый раз оказывает помощь краевой больнице. В 2021 году Сольский колейный комбинат передал медикам новый анестезиологический аппарат «Винармедиа» стоимостью 3 миллиона рублей. Он контролирует состояние пациента во время наркоза и обеспечивает более комфортный выход из него. С краевой больницы имени Вагнера у нас сложились очень хорошие добрососедские отношения. И мы отзываемся на запросы медиков и, соответственно, на их запрос о том, что необходимы современные дефибрилляторы. Мы пошли навстречу и выполнили их запрос в полной мере. Мы считаем, что этот подарок к Новому году будет более чем уместен и будет помогать нашим мужественным медикам спасать здоровье березниковцев. Исполнительный директор Усольского колейного комбината Дмитрий Токарев лично встретился с главным врачом краевой больницы имени Вагнера Русланом Кулаковым, чтобы обсудить, какая помощь требуется в следующем году, а также лично сказать спасибо тем, кто каждую смену заступает на свой пост. Евгения Хакшарова, Степан Некрасов. Новости Верхнекомья.